Предлагаю, знаешь, вот убрать детей от экранов. Я башкир, мне скидочка. Ага, я только школу закончил. Потом мне и мозг выносили. Зачем прицелы, если мы стреляем на вскидку? Дальность 30 метров. Хочется иногда на пенсию. И... Привет всем любителям Лазертага. Мы в Башкирии, хотелось бы сказать мне, но нет. Мы в Москве, но с башкиром. Данис Кровангалиев. Привет, Данис. Точнее, уже надо говорить, товарищ генерал. Отставить. Нормально все, я просто башкир. Давай догонимся так. Итак, ты в Лазертаге уже с таким интересным путем. Несамостоятельным, несамостоятельным. И давай вот еще вот как раз с генеральской твоей должности. Глядут майские маневры. Да, уже очень скоро. Ты на них будешь генералом. Да. Как ты так докатился до такой жизни, что стал генералом НЛТ? Ну, все просто. Было одно время, когда я единственный, наверное, из медведей, кто ездил на все игры на улице. Потом ко мне начали приходить люди. И мы начали уже какой-то компашкой ездить. Потому что играть одному, это неинтересно, потому что ты идешь в атаку один. За дни кого? Ну, соответственно, умираешь один. А умирать одному как-то скучно. Ну, вот. И я такой думаю, надо найти кого-нибудь людей. Вот. Начали вместе играть, ездить на игры. И, в принципе, все уже пошло лучше. И в том году, получается, я был на играх крупных сценарных. И я такой, прикольно. Пацаны генералит. А что по-самому попробовать? Вот. Тогда еще с отцом разговор был. Он такой, обязательно останешься. И я такой, окей. И начали играть. Ездили мы в Рязань. На московской сборке. Наверное, в том году на всех играх уличных, где они только не были, мы были везде. Абсолютно на всех играх. И, в принципе, нам это понравилось. Вот. После чего в Рязани мы сыграли с малышами вместе дуэтом наконец-то. Мы до этого каждый год как бы против друг друга играли. Один год решили вместе сыграть. И вот. Все понравилось. И тогда мне уже первый раз поступило предложение стать генералом. Потому что, ну, ребятам нравится мой подход. Опять же, если учесть, что я в прошлом военный, у меня какие-то свои взгляды на тактику. И ребятам это понравилось. В принципе, всегда выигрываем. И все. В феврале меня предложили уже официально. Ты один из самых молодых генералов в истории. 32 тебе? Да, 32. Ну, просто генерал в 32. Это факт. Данис, у всех вся моя история, свой путь. И вот интересно, как у тебя получилось, что в твоей жизни появился лазертак. Когда это произошло? Где? На каком оборудовании это было? И как вообще-то развивалось? Типичный ответ. Типичный. Для всех. Случайно, не собирался, не думал? Нет, все просто. Звони вдруг. Турнир у нас в Уфе. Приезжай. Ну, что, взяли пацанов из Drive. Я раньше в автоклубе был Drive 2. Но наверняка слышал. Вот. Взял пацанов. Поехали на чайную фабрику. Это еще в Уфе. И там проводился турнир между университетами. И мы что-то заскочили. По спортивному? Да. По спортивному. Как по спортивному? Для нас было все по-серьезному. Прям-прям. Сильные команды. Классный полигон. Все. Второе место заняли. Проиграли организаторам. Вот. В принципе, нормально. Потом приехал в Москву. Год поработал в банке. Что-то мне стало скучно. Думаю, надо как-то развлечься. Ого. Забиваем. Лазертаг. Медведь. Я живу Медведково. Значит, близко. Хорошо. Зарегистрируюсь, пишу. Будвину я приеду. Все окей. Ехать сейчас. Хрен с ним. Близко все в Москве. Вот. Приезжаю. Поиграл. Ребят такие. Это кто? Это тот человек, который занял второе место в Уфе по турниру. Он такой, ну да. Но там, видимо, другие правила. И я приехал тоже и офигел от того, как тут играют. Вот честно. Почему? Потому что там позиционка. И там 35% мощности в кафельном помещении. Вот. Понятно. Надо просто стрелять везде. Да, да, да. Просто стреляешь. Бам. Все. Пошел на респ. И все. И там все это было дезматч. То есть, никакого оживления. То есть, по факту мы играли пинбол тагерами. По факту. Вот. Получается так. Данис, где мы находимся? То есть, я так понимаю, что это одна из таких же субарендных площадок, да? Или как правильно? Да. Это уже старая, можно сказать, площадка, где играют медведи. Это площадка с своим колоритом. Она нетипичная во всех отношениях. И плюсом она, в принципе, очень сильно похожа на карту из той самой Counter-Strike. Внимание. Здесь стоит дерево, но мы в подвале большого здания. Тут кукурузное поле, но мы по-прежнему в подвале. Тут тачки, но мы в подвале. Это был какой-то квест, да? Я так понимаю, дом, что-то какая-то инфраструктура. Посуществовал он долго в формате квеста? Или все-таки недолгое предприятие? Не было здесь квеста даже? Почему? Есть. А он до сих пор есть? Да, мы постоянно вводим новые квесты. Это квест Лазертак? Я имею в виду, открылась она изначально как под Лазертак и Страйкбол или как отдельный? Изначально под Лазертак и Страйкбол. Прямо целенаправленность это было. Я тоже думал, как это обычно бывает. Строили под квест, потом поняли, что давай что-нибудь. Нет, сюда ребята пришли целенаправленно делать CQB. Страйк и Лазертак здесь тоже зашел очень круто. Здесь в свое время было очень много открытых игр. Здесь прям многие любят сюда ходить. Но вот мы, наверное, возобновим их скоро. Наверное. Слушай, вы как его называете? Просто на беговой, площадка на беговой или как? Какое название кодовое? Куголь. Все просто. Куголь? Да, Куголь. Куголь. Да, ну и беговая, кому проще. Ну, да. Скажи, пожалуйста, что ты ждешь от МЛТ юбилейных 10-го года? В смысле, 10-й майские маневры. Как ты думаешь, какие они будут? Ну, насчет того, что... Кстати говоря, для меня это будет первое МЛТ. Скажу честно. Ага. Ты не был? Нет. Я до этого был только за спорт, соответственно. Прям серьезно по сценаркам я только начал ездить в том году. Поэтому мне сравнивать, честно говоря, мало с чем. И в этом плане мне повезло. Потому что многие старички такие, блин, вот везет тем людям, которые первый раз едут на данное мероприятие. Вот я один из таких. Поэтому для меня будет, в принципе, все именно вновь. Но, насколько я понял, задор, в принципе, у ребят очень серьезный. Потому что прям мои зажженные ребята, Гюрзовские ребята тоже очень сильно зажглись. И чувствую, там будет просто побоище. Просто конкретная, очень сильная игра. Опять же, не забываем, что в этом году я везу составы, которые никогда на них особо и не появлялись. Это, например, клуб «Аврора». Вот. Это елецкие ребята. Офигенно классные лесники. Вот. Все увидят их игру. И плюсом будет, опять же, Майярда выступать ребят. То есть это те люди, которые выступали со мной в том году полностью на всех неаренках. И у нас, опять же, есть свои фишки. То есть у нас есть план «Банан», который знает каждый игрок Москвы и Московской области. Которые все это слышат, они понимают, что сейчас начнется трэш. Расскажите маленькую завесу, что за план «Банан»? Что это? Или только знают ваши игроки? Знают только мои игроки данные. Ну и те люди, которые на себе это опробовали. Но они мало что понимают, потому что обычно это очень быстрая башкирская атака. Назовем это так. С национальным фруктом. Ну да, да. Башкирская дивизия в действии. То есть в 16-м ты приезжал в Уфе и сразу приезжал в 16-м. Нет, в 15-м я переехал в Москву, потому что меня пригласили. А потом уже пришел к «Медведям». Там как раз Гудвин организовал клуб. И спустя какое-то время уже пришел я в этот клуб. У нас там было мало, я там что-то 13-й человек что-ли залетел в эту команду. Башкир номер 13. Уже наводил панику, наверное, и страх на игроков. Да, и все боялись, что меня приставят и меня придется обучать. Это был самый большой страх. Потому что адекватно я приехал вообще нулевой, потому что я до этого был в армии, служил в армии. Как говорится, контракт отдал за это дело. И я двигался по-военному. То есть это как? Так, это идешь, смотришь, потом уже идешь. А не так. Ну, надо же так играть все. Просто бегают. А там мне надо подумать и все. И я вот первые полгода учился, тренировался, смотрел за «Медведями». И для меня тогда, помню, вообще был трэш. Потому что я жил в другом конце города. Это ездит каждый день, ну, каждую среду на тренировку. И я ни одной тренировки вообще не пропустил. Сколько я был в «Медведях», я тренировки вообще редко пропускал. Но это либо я сломался, либо я уехал в Башкирю. Это вот две причины, по которой я не поделался на тренировку. За какого-то артиста? Я могу умереть или проспать? Только две вещи, да-да-да. И кто недоступный. Ты уходил раньше. Ты, я так понимаю, хотел в свободное плавание. Пойти и организовать свой клуб, свою команду, свое пространство. Как я люблю говорить, каждый из нас должен какой-то период времени решить для себя будущее. В тот момент, да, я решил попробовать создать что-то свое. Собрал команду. Мы с Антоном Соколовым работали вместе над созданием клуба «Олимп». И даже попробовали играть на песке. Пока эта локация заморожена по своим причинам, определенный хаб есть в этом. Потому что, если ты игрок, который ни разу не играл на песке, хочется тебе туда. Детям по факту там тоже нравится развиться. И как это вообще работает? Это работает следующим образом. Ты приезжаешь, за пять минут раскладываешь палатки, тут же начинается игра. Час. Играешь, тут же собираешь палатки и съезжаешь. Потому что аренда, все это дико дорого. Очень дорого. Это, во-первых. Во-вторых, тебе нужно быть готовым к тому, что твои аптечки могут сломаться. Из-за песка. Да. После первой игры на песке у меня отлетело нафиг сразу две аптечки и четыре тагера. Это вот, ребята, если вы хотите сыграть на песке, имейте в виду, что электроника, песок может не выдержать. Там не в этом дело. Дети любят закапывать. Идти к собачке. Вот. Поэтому за этим прям надо очень сильно следить. Вот, честно. Вот. Но потом мы в дальнейшем научились над этим работать. И в принципе все было. Игры были. То есть, меня звонят. Я тут живу рядомшком от песка как раз. И туда ездил, проводил игры. Все нормально в принципе. Вот. Вместо того, чтобы снимать помещение в аренду, это выгодно. Мы таким образом еще работали в нескольких местах на субаренте. То есть, мы в Химках проводили одно время игры уличные. Вот. То есть, приезжают ребята, часть денег уходит в казну полигона, часть тебе. И, соответственно, в принципе нормально. То есть, вместо того, чтобы тратить деньги дорогостоящие на аренду, можно сделать и так. То есть, не обязательно иметь большой кэш. Понятно. То есть, это ты уже в рамках Олимпа. Да, да, да. Это как говоришь? Песчанное направление, Химки, то есть, площадок. И плюс несколько тренировочных по Москве. Это какие-то школы, спортивные залы? Школы, спортивные залы в том числе. То есть, по факту, мы до сих пор преподаем на севере школе. То есть, там у нас Антон работает, тренирует детей. Второе, это у нас на Китай-городе. То есть, да, в самом центре мы тренируем детей. Шесть лет ты в Москве, точнее, в Москве ты уже семь. А кем ты, чем вообще занимался до Лазертага? И по военной теме, я понял. Но ты, говоришь, работал в Москве тоже по военной. Нет, все глубже. Я раньше был военным, потом служил в полиции, в группе задержания. Это совсем другая история. Потом работал на заводе, потом попал в банковскую сферу, потому что завод обанкротился. Ну, это нормальное явление, в принципе, для России. И потом начал работать в банке. Там я работал хорошо, очень офигенно продавал. И меня из Уфы пригласили в Москву, соответственно. И был я персональный менеджер Сбербанк-премьер. Ну, короче говоря, экономист для випов, то есть, помогал людям хранить бабки. Примета мне не имею бабки. Как-то весело, да. Интересно, у тебя какое-то профильное образование или что-нибудь такое, что ты попал в премию в Сбербанк? Сейчас предлагаю, знаешь, убрать детей от экранов. Вот, потому что у меня образование 11 классов. Я решил не учиться. Для меня это лишнее потраченное время. И у меня без вышки получалось работать нормально. На тот момент у меня офигенно была хорошая зарплата. И, в принципе, вышка для этого и не нужна. То есть, если посмотреть сейчас, многие даже компании в Москве, они больше смотрят на твой скилл, на твой послужной список, а потом уже на твой, так сказать, диплом. В Москве так. Но ты, возвращаясь к медведям, ты 6 лет тому назад был игроком. Просто игроком. Да, да, просто боюсь. Двигался по спорту и немножечко по такой внеаренке. Внеаренка началась моя с игры. Господи, вспомните бы. А, Могиня, часть вторая. Это еще игра, да прости от меня, если вдруг говорю неправильно, Ваниш, Триот и Биг вроде проводили игру. Или Бига не было, или Биг помогал. Короче, Биг везде в Москве. Но, по крайней мере, с этой именно началась моя игра. И мне понравилось, что именно в лесу можно пидулить, в принципе, не хуже, чем на площадке. Да, разница есть на тот момент, для меня оказалось, по крайней мере. Вот, это сейчас я скажу, что играть, в принципе, на арене, что в лесу, фактически одно и то же. Потому что пока тебя не стреляют, ты можешь бежать. Потом мы поехали на Сталкер. Меня прям это втянуло в себя. В дальнейшие годы я уже делал экзоскелеты для Сталкеров. Вот прям мой командой. Сам как мастер, как автор, шея, декоратор. Да, и то, и другое. На тот момент, на третью ходку, на Сталкер и на вторую уже, меня полностью помог одеть 11 бойцов долга. То есть у всех были прям вот, как положено по ГОСТу, жилеты долговские. Я сидел в 2 часа ночи, все это шил. Да, я был банковский работник днем, а ночью я шил костюмы, делал экзоскелеты, собирают айгеры и тому подобное. То есть ты еще и как техник и можешь ствол разобрать, собрать? Я же механик в прошлом. Я же говорю, что на заводе когда-то работал, поэтому любовь к механизму у меня всегда есть, потому что это особый кайф, когда тебе приносят какой-то ГГ. Габаритное ГГ? Нет, говно. Тебе приносят, ты берешь его, он весь такой побитый, убитый, все. Ты его чистишь, разбираешь, потом собираешь, получается новая пушка, и это прям, ну не знаю, это какой-то особый кайф у механиков. То есть мне нравится вот старье, никому нафиг не нужно, возвращать жизни, и это классно. Игрок, техник, автор костюмов, художник, а какие еще функции ты в медведе? тренер, тренер, иногда, да, что еще? Ну, ты вначале сам научился, чтобы потом стать тренером? Да. Сейчас же нужна какая-то корочка для того, чтобы официально тренировать. Да, тоже верно, но... Ты продолжаешь тренировать, воспитывать? В среднем у меня тренировок в неделю 3-4, а перед турнирами 5-6 дней в неделю. Вообще. Ничего себе. Вот, то есть у нас тренировки в основном 10-11 вечера, идем целенаправленно прям треним. Вот, у нас... Это дети или взрослые? Взрослые. Ну, как взрослые? 18 плюс. У нас на текущий момент готовится новое поколение игроков. Вот, это будет что-то, нечто, потому что это ребята, которые раньше играли только на арене, сейчас они выходят везде. То есть, ну, как я говорю, иногда хочется, иногда на пенсию. Раненько ты собрался еще. Ну, по воюм еще согласен, но в целом, если человек хочет развиваться, я всегда помогу, подскажу, вот, это нам Гудвин всегда говорил, и мы это всегда поддерживаем, вот, эту инициативу. Самый необычный день в твое в Лазертаге. Вот такое прям необычайное, что происходило с тобой. Да, далеко ходить не надо. В том году мы ездили на Сталкер, вот, на второй день мы решили повоевать против всех. Да, я люблю глупость иногда это делать, вот, у меня даже ребята знают, мы стоим, воюем, я такой стою, ребят, что-то мне скучно, я пошел, я не утворить. Иду просто, и все, и мы что-нибудь делаем, что-нибудь такое, и это весело становится обычно. То есть, это Сталкер, 180 человек, у нас было 8 человек, но у нас было 2 экзаскелета, костяк был, то есть, те ребята, с которыми мы все лето играли вместе, тренировались вместе, и мы там очень сильно зажгли. Настолько сильно, что, в принципе, если в этом году мы поедем на Сталкер, нам будет очень весело. Но вот, когда ты идешь против большого количества людей, играешь, и у тебя это получается, вот это вот офигенно. Я всегда говорю, нужно играть, стараться так, чтобы тебе потом не было стыдно вспомнить что-то. Как ты думаешь, тенденция наблюдается, что вытягивается народ из гаджета, из компа? Если посмотреть, вообще тенденцию, основанную на московских сборках, например, это то место, где я в основном тусуюсь, я скажу так, что очень много игроков новых, да, и очень много игроков, которые берут прям специалитет под себя, под, ну, например, ну, скажем так, на той неделе мне заказали просто 5 ШВ штурмовых. Рейнджер мне нравится, в принципе, я один из первых, кто делал предзаказ, и единственный косяк, который был с этой винтовкой, у него отлетело кольцо для зарядки. Все. Все во всем остальном, она живучая, она в прокате и у меня не убивается, так что наоборот. Прицелы тебя не смущают? А я ими не пользуюсь. Не пользуюсь. Зачем прицелы, если мы стреляем на вскидку? это реально. Я тоже говорю ребятам, если вы просто целитесь и закрываете глаз, ну, вы стрелок. Почему? Потому что можно двумя стрелять глазами спокойно, и даже не пользуясь мушками, потому что, когда ты играешь долгое время, у тебя автоматом, руки автоматом выставляются под высоту боя. То есть, если выскакивает снизу человек, ты сразу хлоп, и все. Руки уже делают, а это рефлексия, по факту. Ну, чтобы такой рефлекс, воспитательно тренировать, сколько нужно времени потратить? Вот ты с нуля. Взял ты парня 15 лет, который вот... В декабре у меня... Мышкой только стрелял. Двое было новичков, вот, Маэстро и Олег, получается, они у меня начали тренироваться с начала января, и тренировались они по старой гудвинской системе тренировок, но чуть-чуть модернизированные мной. Тренировались мы 5-6 дней в неделю, по 4 часа, и я прям жестко их тренивал техники, прям жестко. То есть, дуэлики, потом предфайеры, отработка с разных постобоя, и за один месяц мы... Я их тренировал, и потом я их вывел на станцию поиграть. Вот. Ревели все от них. С точки зрения дохода, это прибыльное дело, или это все-таки альтруизм? Здесь, на самом деле, нужно смотреть, что ты хочешь. Я не вижу... Но ты сразу преподаешь, ты тренер, ты тренироваешь детей. Они же сразу платят какие-то взносы, или оплата какая-то есть. Ну, там по факту, то есть, пришло 10 детей, получил оплату за 10 человек, все, тут же. Там попроще в этом плане, потому что там в основном приводят няньки детей. Там очень весело. Там, не дай бог, ребенок ударился, это трэш. Вот поэтому там очень сложно работать, с одной стороны, потому что у меня был случай на той неделе, мальчик нечаянно ударился, поцарапал нос, вот, потом мне и мозг наносили. Вот, потому что... Не досмотрел. Дети, все бегают. Хочешь, как говорится, заниматься с детьми, имею... А у нас есть упражнение. Как не поцарапать нос? Да. Так. Все ходят пешком. Начинается раунд, все идут пешком до центра, захватывают точки, умирают, тоже пешком уходят. Но зато люди очень быстро начинают думать. Ну, если ты идешь на центр, там подыхаешь, быстро, глупо, например, да, ты прекрасно понимаешь, что ты долго будешь идти назад, долго будешь идти вперед, вопрос первый, дойдешь ли, во-вторых, потраченное время. А у тебя точка на две минуты. То есть, ты стараешься думать больше и быстрее. Вот. За это тоже не орем, как раз-таки люблю. Потому что там тоже ты знаешь, что тебе нарез пилить там два километра. Поэтому ты будешь стараться вдумчиво играть. Вот это мне за это нравится. И вот мы это применяем постоянно. Что здесь особенно на этой площадке и на сколько здесь может поиграть народу максимально? Здесь спокойно, в принципе, расходится 20, это прям прошников, профессиональных игроков. Ну, здесь бывало и 40-50 человек в принципе. Тут опять же настройки. То есть, можно настройки сделать так, чтобы люди умирали быстрее, соответственно, и патроны быстрее кончались. Мы же умеем регулировать, да? Я знаю, у вас в медведе есть свои эти штучки играть на одном проценте. А что, это же правильно. Нет рикошетов за то. Вот. не все клубы вас почему-то поддержат. Почему-то? Может, анимал тренируется? А, вот, на заметочку. Тренируйтесь больше и перейдите на 1%. Ну, почему? Калуга тренируется на маленьком проценте. Они играют на улице на 20. Мы с удовольствием к ним ездим. Мне нравится это. Почему? Потому что, ну, 100% это, конечно, хорошо, но можно и меньше. Мы летом тренили 40 градусов на жару юльскую, солнце в зените на 1% до дальность 30 метров. Но наша площадка была на 30 метров как раз нормально. Нормально играется. То есть, в принципе, это нормальная практика приехать на площадку, на любую, да? И под нее подстроить настройки уже. Или ты уже, в принципе, знаешь? ФЛР всегда так делает, в принципе, нормально. Да, почему бы и нет. Вот. Тем более, что технику мы постоянно делаем, ремонтируем, ТОшку делаем постоянно и я. И у нас всегда все нормально работает. Плюс, мы постоянно придумываем новые девайсы. Вот. В этом плане спасибо Максу вам брату, потому что мы с ним тоже дружим, общаемся. И я очень, как говорится, смотрю на его девайсы и прям такой, Макс, молодец, надо тоже чем сделать. Иду в мастерскую и начинаю что-нибудь тоже творить. Потому что... Вдохновляет. Да. Это тот человек, который вдохновляет. И не забываем, что он один из первых начал в Москве и проводить игры. В этом случае у него есть что-то поучиться. В 2007 году. Ага. Я только в школу закончил. Как вообще обстоят дела в Лазертаксообществе России? Не будем про мир брать пока, но вот насколько оно единое или может быть чего-то не хватается? Да просят меня некоторые люди. Я правда Руб буду говорить, как я думаю. Потому что я считаю, что у каждого человека должно быть свое мнение и оно должно быть. Я даже ее не буду спаривать. Я думаю, что Лазертаксообщество на текущий момент она разобщена у нас, к сожалению. То есть есть компашки, которые тусуются там отдельно, в другом месте тусуются отдельно и в третьем месте. Все компашками. То есть единого чего-то общего нет. Почему? Потому что тренируются по-разному, правила по-разному. Если мы поедем по спортивному Лазертагу, например, возьмем этот раздел, у нас несколько другие правила, чем в том же самом на Ульяновске, например. То есть на юге вообще ничего нет. Как у них что будет, мы тоже не знаем. В основном все думают либо о себе, либо о своем. И не все слушают, к сожалению. Большое спасибо тем ребятам, которыми можно взаимодействовать, с которыми мы дружим. Брянск в этом плане очень много чего делает. Аврора Елец, например. Ребята из Калуги тоже придумывают очень много. Захара Кшабашева дофига что делает. Молодец. То есть есть ребят, которые все продвигаются. И я думаю, что рано или поздно просто у нас получится так, что Лазертаг сообщество будет просто из нескольких представителей крупных команд, грубо говоря, или объединение, или фракция, я не знаю, как назвать. Но... Феодальных округов. Очень много и страйкбола приходят, и спинбола. Все-таки приходят, они... Многие это считают, что это игрушечки все. Да блин, я всегда говорю, если ты хочешь получать боль, адекватно оценивай свою игру. Вот для меня, например, зайти на позицию и сдохнуть там стрёмно. Для меня это больно. Почему? Потому что мне потом придется снова идти на респ. Потом пробиваться на это место. И для меня это вдвойне обиднее. Да, я играю страйкбол. Я играю страйкбол. Я тут иногда играю на куколе. Любил на партизане, на секюби ходить пистолетку тоже. Но я играю в страйкбол. Я хожу туда не для получения болевых ощущений, я не мазохист. Честно, я не мазохист. Я прихожу для того, чтобы посмотреть, как играют другие люди. потому что если ты хочешь чему-то научиться, нужно ходить и смотреть вокруг себя. То есть, не только на своих ошибках учиться, не только на своем опыте, но можно и на чужом. Например, я в страйкболе очень сильно вижу, как играет и развивается спиди. Спид с аэрософт. Вот, дай простите меня, англичане, потому что мой иговорный самый лучший. Аэрософт. Спид. Как хрен с ним? Я башкир, мне скидочка. Да, это наша шуточка, да, как всегда. Вот, и я много вижу у них, как они играют, мне нравится, и я некоторые моменты даже подмечаю и запоминаю. Что есть такого в лазертаге в определенный момент в твоей жизни случилось, и ты понял, что именно вот это то, чем ты хочешь заниматься и уйти из банковской высокоплачиваемой должности, этому посвятить жизнь на этом этапе? Ну, в том году меня очень сильно ударила жизнь, мой отец ушел, и меня попросили уволиться с работы. Вот, я уволился и был потерян, абсолютно потерян, вот, потому что удар был очень сильный. Я начал тренировать детей, начал проводить тренировки для взрослых, и это было, в принципе, очень круто, потому что, ну, это как-то меня отвлекало и, в принципе, больно, ну, просто задержало. вот, и на тот момент я понял, что я лучше буду там шабашить где-то, где-то свои темы делать, где-то в мастерскую работать, иногда игры ездить, проводить. Сейчас мы решили вернуться к медведям, потому что, в целом, наши цели одинаковые, методы тоже похожи, и, в принципе, я решил, что пора бы вернуться в семью, потому что я пришел в себя после того года, я вообще не помню, как мне 32 года наступило, честно говоря, это просто потерянный год, и вот, и большое спасибо всем ребятам, потому что они не только мне морально, но и деньгами, даже в Москве ребята скидывались, меня, поддержали, вот, и я понял, что я хочу заниматься этим, это мой выбор, вот, и с тех пор, вот, мы теперь будем работать больше, будем продвигать больше новых проектов, в принципе, вот, с медведями. Вот самая большая игра, которую ты провел, и после которой ты сказал, ну, это бизнес, Лазертак, это бизнес. Я не бизнес. Ты не про бизнес? Нет, я не про бизнес, я за команду, я за... Ну, а кушать тоже хочется, понимаешь, как бы, я поэтому и спрашиваю доводящие вопросы. Дети платят по-любому, секции, 5 секций там, или 5 школ, но все равно по чуть-чуть, как бы это копеечка, как-то нужно жить, выживать. многие думают, что это много по деньгам, но на самом деле, я вас расстрою, это не так. Если в школе ходит, дай бог, 10 человек, это уже хорошо, минус того, что тебе нужно еще со школы делиться, плюс еще налоги платить. Да, если у тебя 10 школ, и ты там везде ведешь, и я посмотрю, как ты будешь уставать, конечно же. И успевать. Успевать, да. Но да, в этом случае ты будешь очень золочен. Поэтому я не гонюсь за деньгами, я сказал, что я буду работать в удовольствии. Я работаю в удовольствии. Мне нравится чинить, делать пушки. Вот на этом можно сказать, что я частично зарабатываю. выхожу инструктором для того, чтобы работать с детьми. Мне нравится проводить им игры. Мне нравится придумывать квесты. Мы с Беком сейчас будем тоже работать над одним крупным проектом. И вот оно движение. Вот это мне нравится. То есть творчество для меня, да, имеет больше значения, чем деньги. Все равно вопрос про деньги. Как быстро заработать с Лазертагом? Вот завтра тебе нужно, не знаю, 20 тысяч рублей. Примерно. Так, у меня есть инструмент Лазертаг, у меня есть, как вот можно придумать что-то такое прям быстрое, стихийное и провернуть это? Ну, если подумать, можно какую-нибудь сделать солянку, игру. То есть взять, пригласить всех друзей. Вот всех друзей, которые у тебя есть, приглашаешь на какую-нибудь прикольную площадку. И, по идее, можно заработать именно так. Вот. Ну, единственное, что я так пробовал делать. Пробовал? Пробовал. Не получается. Хорошо. Давай оставим все проблемы. Да. На потом. И поговорим вот сегодня в настоящем о будущем. Что будет дальше? Какое твое представление о развитии Лазертага в России? Давай. В России. Я лучше скажу про себя. Я не люблю говорить за всех, вот, только от себя скажу. Вот. В этом году совместно с друзьями из Медведей мы будем очень сильно продвигать внеаренку. Пора. Пора уже иметь внеаренные команды, которые будут хотя бы соперничать с Захаркиными ребятами. Потому что Захаркин играет офигенно. Я тоже хочу. Я тоже хочу так хорошо играть. Я тоже хочу это развивать. И мы это будем делать. Вот. На текущий момент мы анонсируем в дальнейшем летом интересный турнир. Вот. Об этом чуть позже. Потому что зима у нас все не хочет уходить. Вот. Мы хотели раньше, конечно, сделать, но сделаем чуть позже. Вот. То есть будем развивать все это дело. Намного больше будет игр. Также и хотим сделать небольшой анонс, наверное. Напростят меня некоторые люди. Вот. Скорее всего либо летом, либо осенью, наверное, будем что-то делать типа московского сталкера. Пора. Пора. И нам тоже. Пора. Всем пора. Даня, спасибо большое тебе за интервью. Увидимся на маневрах. Генераль как следует. И стараться. Успеха во всех делах. Спасибо большое. И вам хорошей семье. Спасибо.